Господи Иисусе Христественник, Божий, помилуй нас, уважаемый настоятель всего грамма, подойдите к нам. Священный Ильин Никола, вот все духовные, дьяками, штецы, кирпцы, братья и сестры, от всей души поздравляю вас с сегодняшними торжественными праздниками, воскресеньем Христом и вот на сей праздник приучился тоже большое событие, большой праздничный день, это освящение всего храма, храма Пресвятой Богородицы, ее дома, успение Пресвятой Богородицы, и хочу сразу поздравить, уже совсем скоро будет весь первый престольный праздник после освящения этого храма и, конечно, большая, радостная, как мы знаем, сегодняшняя служба, которая вместила и освящение, как бы обновление этого храма, поскольку он уже освящался, но так вот, может быть, Господь судил, что было прекращение, по нашим грехам все это было, вот, но, а сейчас мы видим, Господь нам дает вот такие благие времена, когда храмы восстанавливаются, строятся, украшаются, народ пребывает, слава Богу, молодежи, совсем маленькие мы приходим сюда и дай Бог, чтобы этот храм наполнялся все больше и больше, и вот этот храм, храм, это такой большой островок, такой кусочек земли, где стоит чистота, Божья благодать, ангел-хранитель, вот сегодня охраняет это место освященное, и, конечно, все приходящие сюда должны иметь тоже и желание очиститься, очиститься от своих грехов и стать, чтобы душа такая чистая, как вот стены этого храма, вот какие они были, какие стали, это вот как раз молитва, пост, то сейчас вот нам церковь, как нас как бы нам заповедует, именно вот сейчас Успенский пост идет, вот Господь нас призывает, тоже обновляйтесь, обновляйтесь, очищайте свои души для того, чтобы их подготовить к Царству Божию. Вся наша жизнь, это и есть подготовка к тому моменту, когда Господь нас будет судить, спросить о нашей жизни, и по чистоте нашей, вот, да, ведет Царство Божие, об этом, кто понимает, это вот готовить, готовить себя к настоящей, вечной, истинной жизни, вот, которой Господь нам дарует всем, которые хвалят, превозносят Его имя, вот, и живут, конечно, в чистоте и в благих делах. Хотелось бы сказать несколько слов о сегодняшнем Евангелии, которое мы слышали за Божественные Леонгии. Вот сегодняшнее Евангелие нам говорит о том, что Господь, Господь, когда было преображение на горе Фавор, то спустился с горы вместе с учениками, которые хотели остаться, но Господь говорит, нет, мы должны идти в мир, помогать. Господь за это пришел, конечно, для того, чтобы где-то там, как-то, вот, ученики сказали, давайте палатки построим, как нам здесь одним хорошо, пребывать, вот, с твоим учителем, и он говорит, нет, пойдемте туда в мир, и знает, он, конечно, куда идет, и какая его будущность ожидает Господа, вот, и поэтому он ведет туда учеников. И вот сказано в Евангелии, когда они спустились с горы, то некий человек обратился к Господу с просьбой о воскресении Его Сына, который, как сказано во время Новолунии, беснуется и тяжко страдает, бросается в огонь и в воду. И вот это отечественное страдание, которое увидел Господь, тоже происходило сострадание Его душу, и вот это просьба, просьба Отца, который сказал, заключил свои слова такими словами, если что можешь, жалься над нами и помоги нам. И вот Господь обратился к своим ученикам, ученики тоже пытались помочь, помочь этому беснующемуся отругу, но они не смогли, и отец этот об этом сказал, что я обращался к твоим ученикам, не смогли, они изгнать вот этих бесов страшных, которые были в этом отроке. И вот на что Господь воскликнул, о род неверный, то есть имеющий слабую веру, и развращенный, не пусть и, наверное, развратный, а признак, превратно понимающий, вот неправильно мыслящий, чувства неправильно имеющие. Вот, и Господь говорит, до кони буду с вами, до кони терплю вас, и сказал, приведите ко мне отрока. И вот произошло чудо исцеления бесноватого, и после этого чуда ученики спросили, а почему же мы не могли это сделать, и Господь сказал, за неверие ваше, и при этом добавил, если вы не имеете веру с горчичным зерном, и скажете горести, прийди отсюда сюда, она перейдет, ничего не будет вам невозможного, сей рот, сказал Господь, изгоняется только молитвой и постом. Вот два важных положения здесь сказано, о вере крепкой, если мы имеем действительно, а укрепление веры у апостолов было после схождения благодати Святаго Духа, они творили великие чудеса, вот, оживляли мерцов, и многое-многое сделали, мы знаем, из сияний апостолов, вот, а были они действительно еще не укреплены, почему не могли они тогда изгнать, потому что еще были слабые, колеблемы в вере, и утверждены благодатью Святого Духа, и вот Господь говорит, что если вы имеете веру, можете горы передвигать, это не только к апостолам, это ко всем нам говорится, что имеющий веру может говорить величайшие чудеса, и даже сказано, в Евангелии больше, чем записано в Евангелии может, и мы почитаем, что жилья святым несвитны, какие же чудеса творили вот эти первые христиане, мученики и апостолы, начиная с них, великие, дивные чудеса, но нас Господь, может быть, и не призывает творить эти чудеса, может быть, наша немощь, так можно сказать, не дает этого, но если говорить о ворах, о представлениях, то это в первую очередь относится относится к нам, как к горам наших грехов, вот действительно наши грехи, как эти горы, окружают нашу душу, вот, и отделяют нас от Господа, от Царствия Божия, от тех, которые живут в чистоте праведности, вот это вот горы, которые нам нужно передвигать, вот эти стены, которые отделяют нас от вечности, вот это, конечно, Господь говорит, для этого нужна великая тоже вера и любовь к Господу, и Господь еще говорит, конечно, сей рот изгоняется молитвой и постом, какой рот? Тот Бесовский, вот этот рот Бесовский, он говорит как-то тоже на вечные времена, такой вот, можно сказать, там, рецепт, как можно сказать, по научному и по медицински, вот молитва и пост, вот ваше оружие, которое вы отгоняете, полки Бесовские, они, конечно, присутствуют невидимы, как между каждым, как можно сказать, около каждого христианина, и особенно несмитных, кто живет в чистоте, в молитве, потому что им, наверное, нет интересно каким-то заниматься тем, которые уже в их власти, которые душу практически уже отдали им для своей жизни, а вот кто пытается жить в чистоте, вот это вот, конечно, Бесовские силы устремляются, вот, большой опыт, большая сила у них, и, конечно, вот это дьявол как лев, рыкающий, сказано, ходит вокруг каждого из нас, чтобы соблотить нашу душу, это не для того, чтобы запугать нас, а для того, чтобы мы действительно имели вот это опору на Господа, на Его могущество, на Его помощь, потому что, конечно, мы слабы для того, чтобы с таким врагом бороться, и со львом, там, можно сказать, и еще что-то такое бесовские страшные силы, а с Господом все нам возможно, и поэтому Господь говорил, пребывайте в молитве и посте, и тогда будут отступать все эти бесовские страшные силы. После молитвы необходимо средство к отгнанию злых и темных весов, к ослаблению живущего в нас греха. Вот сейчас пост идет, и, конечно, очень уместно вспомнить слова Иоанна Лестничника, который говорит, только ум Мосника молится трезвенно, а ум невоздержанного наполнен нечистыми помыслами. И Иоанн Златоуст добавляет, кто постится, то становится легким и окрыляется, и добрым духом наполняется и молится. Кто постясь молится, тот имеет два крыла, легчайших самого ветра, ибо таковой не дремлет, не говорит много, не расслабляется в молитве, так как со многими иногда бывает, добавляет Иоанн. Вот не всякая все-таки молитва, ибо способность знать зло и вот эти демонские силы. Пост лишь тогда полезен, когда он не ограничивается только воздержанием от пищи, вот только от скоромной пищи, а состоит прежде всего в отречении от наших греховных привязанностей, вот того, что он услаждает нас. И вот такой пост, который соединен с плавленной молитвой, он удаляет от нас всякие дурные повыслы, греховные пожелания. Вот таким постом и молитвой изгоняются бесы, а с ними все злое и нечистое из нас. Победники благочестия пребывали постоянно в посте и молитве, избегая лень и безделье, ибо справедливо говорится, мать всех пороков – это праздник. Если молитва постоянно занимает наш ум и сердце и не дает нам развлекаться сверными страстями и суетными помыслами, если хвост, постоянное тело нет, то не дает уже и телу расслабляться в мучности, то есть в наших душе уже нет места для пребывания злых девок, которым нечем здесь питаться, и враг нас ослабевает и покидает нас. От постника и молитвенника бегут бесы, боясь силы Божьей и укрепляющие гост. Истинная вера не может быть без подвига молитвы и поста. Мы должны приучиться испытывать радость не от посвящения чрева, а от молитвы, соединяющей нас Богом, источником радости и любви. Порой наша молитва, наш пост, если мы посмотрим, то, может быть, мы говорим, да, мы сейчас меньше едим, едим, может быть, не едим с коробного, но остальное так может сейчас вот как раз таки, едим все вдоволь, часто, и при этом еще раз запиваем порой вином и сикеры, то есть мы не воздерживаемся от привычного, вот это наслаждение, удовольствие, как бы, и пост нас не оставляют. И вот сказано, вот почему в наше время много одержимых демонов и мало тех, кто может бесов изгонять. Мы верим, что мы не должны бояться бесов, вот, и бесы знают об этом, о силе Господа молитвы. Сказано, бесы веруют и трепещут, бесы знают Господа. И вот Господь так вот может говорить, что бесы, которые им звенеют посылают, да, они видят его, знают и трепещут. И многие люди так тоже говорят, я, говорит, знаю Господа, но знаю, что и бесы есть, вот это вот, как бы, сейчас много читается, много говорится, пишется, фильмы снимается, еще что-то такое. То есть многие знают, что вот Бог есть, есть демоновские страшные силы, да, и просто как говорят, что я вот верующий, Бог есть. Ну и, а дальше что получается, что если мы верующие, то мы должны и пребывать, чем отличается вообще вера бесовская, а если тоже верует, что Бог есть, даже больше нас, наверное, верует, потому что они видят, ощущают Господу, видят его силу, потому что они же духи и видят духовную силу, которая им противостоит. То есть они тоже, вам сказать, и даже в Святом Писании, бесы веруют и трепещут, и человек верует. А чем это отличается, как верующий человек, он верит бесовский? Тем, что бесы, они остаются в своей сути прежними, прежними гордыми, неисправимыми, противниками всего светлого. А вот человек, если верует и начинает понимать, что Господь, вот человек должен изменяться, отходить вот этих бесовских, можно сказать, веры, от бесовских привычек своих, вот дурных, вот наклонностей. Вот чем мы должны отличаться от этого? Чтобы у нас не бесовская была вера, а именно вера в Господа, который пришел для того, чтобы нас спасти. Спаситель пришел к каждому из нас, спасти нас от делания бесовского, от нашей работы, вот это. И вот это наше действительно соработничество с Господом для того, чтобы освободиться вот этого бесовского злого влияния. Еще раз Господь напоминает, как освободиться. Пост и молитва. Вот ваши, так можно сказать, два крыла для того, чтобы восхитеть Господу. После усердной молитвы поста мы испытываем порой ощущение, что все зло и усердное, разрушительное, отходим от нас. Что на душе становится светлее, покойно и радостно. Нам бывает хорошо, как может быть сегодня, вот после нашей совместной молитвы. И, как и апостол, было хорошо на фаворе, а порой бывает нам больно и страшно. Вот после такой молитвы вернуться иногда в свой дом, иногда на работу, иногда в окружающие нас. Вот здесь вот как хорошо было, а какой мир, там действительно очень злобный мир, агрессивный мир, грязный мир в пороках живущих. И вот как вот Господь говорит, они говорят, давайте останемся здесь, палатки сделаем, а сам нет, Господь, пойдем. Пойдем туда, в тот мир, для того, чтобы, если мы просветились, если мы узнали Господа, то сами начнем меняться и будет менять весь мир. Вот Господь нас так призывает, вот идти туда, в мир, где есть, конечно, и горечь, и страх, и любовь. Все, что разделяет людей, убивает души. Но вот мы, христиане, должны идти в мир с тем тихим светом, вечной жизни, в душе и на лице, конечно, чтобы рассеять всякую тьму, чтобы, глядя на нас, окружающие чувствовали, окружающие чувствовали в душе мир, радость, надежду и на спасение. Конечно, к первому очень священникам, тем, которые служат, так вот сказать, в лотаре, вот это вот относится, чтобы они действительно шли в мир, и вот этого горечки, любовь, страх, рассеивали, несли действительно добро, и вот вечный свет жизни. Братья и сестры, дивным богатством наделил нас Господь, принеся в этот мир свое божественное сияние, чтобы мы, как его ученики, просветив свою душу, постовую молитву и понесли это сияние в мир, как свидетельство Царства Небесного, Царства Вечное Божественного Преображения, Богу нашему славу, ныне и призна, и вовеки и вовеки. Песня, и вовеки и вовеки и вовеки и вовеки. Вот в этом храме обновленном, господь большой прошел, как вот его нам передали, многое сделано, много предстоит еще сделать, но вот первая божественная литургия уже прошла, и это очень важно, что здесь вот это самое святое, для чего вообще и храм нужны для того, чтобы совершать таинство божественной литургии, тело и кровь, без этого невозможно спастись. Вот там вот через дорогу ходят люди, несчастные люди, они не знают вот о том великой таинстве, все знают за это, просто по гордости, что я так могу сказать, они не идут в высину и церковь, нет у них, к сожалению, вот этой полноты, нет вот этого таинства, причастия к телу и крови, вот, я думаю, что может Господь нам дал такое соседство для того, чтобы эти люди как-то с Божьей помощью подвинулись, действительно спаслись через то, что здесь они могут увидеть, услышать, а вам, конечно, нужно подавать пример, пример истинной христианской жизни, потому что мало сказать, что вы истинные христиане, старовляться, а вот если они придут, посмотрят, какие вы как-то живете, как вы относитесь к другим, вот это тоже, как и первые христиане привлекали к себе физический народный мир, я думаю, что и здесь, сейчас мы недалеке от этого, можно сказать, физического нашей России, вот, и вот это, конечно, наша миссия, вот этот небольшой островка святости, дай Бог, чтобы привлекали для спасения сюда душ, вот, и хотелось бы, конечно, поблагодарить тех, которые поработали для того, чтобы вот это вот восстановить, восстановить эту святыню великую Божию Церковь, Дом и Святые Богородицы, но в первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить священную Ильину Бобкову, вот, за то, что он теперь, вот, вот, взял этот крест здесь в этом месте, будет окормлять, я думаю, что вот это вот его миссия, которая, наверное, и молитва, и возможность рассказывать о истинной двери, а Господь не сдал их таланта, дал помощников, вот, в виде его семьи, те, кто приходят, кто-то рядом, вот, я думаю, что это вот будет, ну, и его спасение души его семьи, и тех, которые будут приходить. Но хотелось бы напомнить ему вот эту книгу «Постозерские узники», вот, это о протокопе о вакууме, его союзниках, и с надписью «Боголюбилому священную Ильину Бобкову на добрый память о посвящении храму Усления Пресвятые Богородицы в городе Маршанске», «Благодарность за труды по его возрождению». Вот хотел бы тоже и отца Александра Маслова, который много тоже сделал для того, чтобы этот храм ожил, вот, напоминал, нам, властям напоминал, долгое время, конечно, посвятение таким вот, вот, но, наверное, жил здесь тогда не вели, вот, как он все знает свои времена, когда чего происходит, вот, вот, по его повелению, вот, сейчас вот это не случило, но отец Александр мог и вложил, чтобы действительно на этот момент приблизить. Так что, спасибо, Христос, и отец Александр Маслова и близких, вот, и хотел бы тоже приучить книгу «Снавтисью Боголюбилому священную Ильину Александру» на добрый память о посвящении храму в городе Маршанске, благодарность за паспорт, как облигии, общины и помощь в возрождении храма. Благодарю. Песня «Снавтисью Боголяюбил меня» И вот ты саня, так, ну, окей сейчас многое делали, и другие приходят многое, какое-то, можно, завал Software, я думаю, по-стосуассникам уже, Мы приезжали, наверное, в гости на праздники, но, как духовный чайд, он, наверное, будет дельтовать постепенно, а все не более, потому что этот процент должен был так мирно пройти, его ответ, его глава, конечно, в спасении наших, но еще раз спасибо, что это с Александром. Ну, я хотел бы еще отметить тех людей, может быть, их гораздо больше, но хотя бы нескольких. Вот Зои Петрофановна, Абокова, я хотел бы тоже вручить Зое, что она тоже многие годы, что заближало, как отец Александра, вот этот момент, чтобы мы вот здесь торжествовали. Спасибо, Христос, раба Божией Зои, хотелось бы с надписью погребивая рабе Божией Зои на добрую память о восхищении храма в городе Маршанске, благодарностью за неустанное усилие по возвращению храма и за заботу о нем в любовь. Ну, вот тоже мне хотелось бы отметить председателя Андрея Георгиевича Потаенко, вот, он вот здесь, да, вместе со своими близкими тоже многое сделал, вот это его трудами, здесь многое сделано и для храма, и пинет, я думаю, сделано, вот, Господь ему дал, и действительно, руки золотые, и вот это усердие, веру и помощь. Так что, спасибо, Христос Андрею, мы и тебе, и твоему сыну, дай Бог, чтобы здесь все будет спасаться, продолжать, и своим близким, мы хотели бы вручить тебе книгу, как он с нами Бог называется, статусе Боголюбивому Андрею на добрую память об освящении храма в городе Маршанске с благодарностью за труды по возвращению и восстановлению всего храма. С любовью, Господь, не заболею, кончить. Молодое лето, молодое лето, молодое лето, молодое лето. Ну и хотел бы еще храму Божию Павлову и Пенчу, Бокову тоже поблагодарить за тоже труды, и вот отец Непол мне рассказывал, такой, сказать, я сам сейчас вот увидел, что действительно многое для того, чтобы этот храм был, может, и дальше будут украшаться, так что спасибо, Христос, Павел, что ты есть, что ты вот здесь, такой, с духом, здесь своими трудами, вот, и надеемся, что это тоже к твоему росту будет уже, это тоже очень важно, вот так этот храм будет расти, и крепляться украшаться, потому что твоя душа и твоя семья тоже будут приходить во спасение. Вот такой надпися по влюбивому рабу Божию Павлову Евгеньевичу Павлову на добрую память о посвящении храма в городе Маршанске, благодарность за помощь в восстановлении храма, с любовью, Господи, и Господи, и Господи. Многое лето, Многое лето, Многое лето, Многое лето. Вот хотелось бы еще Евгению Анатольевичу Пехтереву, Евгению так, так, я знаю, тоже отец Неполу сказал, много делать, я думаю, и будет делать в дальнейшем, тоже с благодарностью, вот, Евгению тоже хотелось бы тебя просто поблагодарить за те труды, с такой надписью по влюбивому Евгению, рабу Божию на доброе память о посвящении храма в Маршанске, с благодарностью за поддержку общины и помощь в оформлении передачи этого храма и дальнейшей помощи. Многое лето, Многое лето, Многое лето. Я хотел бы вот от нашей интеллигации небольшой, московской, вот из Москвы, оставить вам вот этот образ, образ Пресвятой Богородицы Рождества, в следующий, после праздника Успения, это очень быстро произойдет, вот этот праздник Рождества Пресвятой Богородицы, вот это икона, которая должна быть в центре храма, на этот праздник, вот хотелось бы вам ее оставить на память, и подарить вот нас, вот. Ну и тебе предоставить слово, что ты скажешь. Нет, возникнет. Многосвященнейшего Владыка Курнили, в честни отцы, отец Петодиакон, Диакон, чтецы, певцы, все православные христиане, гости. Во-первых, хочется поблагодарить Владыка Курнили, за эту честь, чтобы меня было привезти сюда, чтобы помогать христианам спасаться, восстанавливать этот храм. Этот храм еще не до конца восстановлен, и многое еще предстоит сделать, самое большее это сделать, это восстановление нашей общины, чтобы у нас было не только храм, где есть молиться, но и чтобы люди были, из которых мы могли и не усыднить, сердце славить и Бога. Дай Бог всем здоровья! За этот год, конечно, он был нелегким для всех нас, конечно, и мире, Бога, что происходит. Но хочется рассказать немножко о тех ситуациях, когда вот в прошлом сентября, когда на совете Митрополии просили поучаствовать в Макшанском деле, то каждый раз, когда приезжал, отрежал Лешин-Терчасты раз в два-три месяца, есть, что-то сделано. Сначала сказали, что вот, я усталирую к вам, хотя бы штукатурку покрасить. Потом, говорит, человек согласился, говорит, сделает полы. Потом, амвон сделали. Потом, приезжая, в каркас стоит. Потом уже для престола, для жертвы, для чего-то сделали. И вот так вот понемножку, вот за этот год, он был какой-то, наверное, кому еще расскажешь, не поверишь, столько года сделано этой маленькой, маленькой общиной. И дай Бог всем здоровья, кто трудился, кто финансово участвовал, кто своим трудом, а кто не обоими вещами участвовал. Дай Бог всем здоровья, что это сделали. И хочется также отметить и горь властей в этом, губернатора, мэра города, которые многое сделали для того, чтобы вернуть этот храм, ну и где-то, может быть, и не мешали, а давали нам делать то, что нам нужно. Вот я пришел в медицинский, вот я очень как-то не помню, что и благодарен властью властям, вот, когда у меня была в календарь виде встретиться с Владимиром Владимировичем Пусином, вот, и как тут первые оказались просьбы, которые была, вот, Маршал, сколько нам не передают, вот, что-то дать на суды, и как вот, и вот как только вот так был звонок в Москве, так вот я приехал к губернатору, и вот, и он тоже звонок, и вот все сразу, моментально решилось. Вот так вот, конечно, власти могут, как-то это захотят, вот, слава богу, я говорю, не мешают нам, но иногда вот помогают, так что вот встреча, у нас вот, ну, если не надо, то губернатором было вот в его проявлении, да, он сказал, что будете в дальнейшем сотрудничать, помогать, и знает, он сарабляться очень хорошо относится, с местом граждан правительства, тоже он, как сказал, давайте сотрудничать, помогать другому, в деле духовного восстановления как-то нашего народа, это очень важно, они понимают, что это кроме центра, никто это сейчас не сможет сделать такие трудные времена, вот, и я думаю, что это тоже союз, и по отличной встрече, меня убедилось, но это союз, и, как я с Николом, тоже, как мы с ним познакомились, он сказал, что этот человек обеятельный, и мы уже нашли общий язык, и дай бог, что это было в область, если беденец пришел. Неуичник, конечно, такое добавление, что, действительно, есть области, где не хотят встречаться ни с владыками, ни здесь, в Украине, а здесь вот, по одному письму, один звонок, по администрации, да, мы, конечно, вечно встретимся, и слушали с уважением, и спрашивали о том, как предстоят дела, с поднятия с ним.